Когда на улице дубарь, а это верно ведь, январь, Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром, Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 20 января день собора предтечи и крестителя Господня Иоанна. После праздника крещения Господня, Собор напочитается и прославляется песнопениями креститель. Слово собор означает, что народ собирается в церковь для совершения богослужения в честь и похвалу прославляемого великого предтечи и крестителя Иоанна. Этот собор совершался во всех храмах, но с особенной торжественностью совершался в храмах, посвященных имени крестителя. Сегодня натощак обязательно пили крещенскую воду, чтобы на весь будущий год быть здоровым. С праздника крещения начинался мясоед, когда можно было не ограничивать себя в еде. Что касается мясоеда, периода между Рождеством и Масленицей массово праздновались свадьбы. Поэтому в день Ивана Бражника запевали и девичье счастье, так как невесту часто выдавали замуж против ее воли. Была такая примета, и если в этот день обмыть горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез. Окончание святочных гуляний означало возвращение к трудовой жизни. На посиделке вновь полагалось приходить с работы, тогда как в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась. Приметы. Кто на крестителя купит крест нательный, на того ангел-хранитель возрадуется. Если в этот день покрестить младенца, то возле этого дитя будет стоять при крещении сам Иоанн Креститель. Если с этого дня целую неделю стоят морозы, вскоре будет оттепель. Метель сегодня к ветрам и снегу на Масленицу. Если идет дождь или же стоит туман, будет богатый урожай хлеба. Ясная погода говорит о засушливом лете. Пасмурная погода или снег. Лето будет вполне обычным, без аномальных температур. Если выпить сегодня спиртное, то это убережет от печали и слез на весь год. Но важно соблюдать меру, следуя поговорке. Празднуй раз в месяц, будешь веселым. Запразднуешь каждый день, будешь голым. Если сегодня проводится свадьба или сватовство, девушке нужно выпить немного вина, чтобы семейная жизнь не была корькой. Интересное название попки, да, на самом кончике. Кстати, а Светлана, а что вы любите делать сами из моркови? Я люблю вообще, конечно, ее есть в своем виде, когда она свеженькая. Выдернуть ее из моряточки. О, тогда она самая-самая полезная. Когда удается выдернуть эту задачу. А в основном я люблю использовать ее в салатах. То есть я ее мелко натираю, смешиваю с черносливом, добавляю в сметану. И вот такие салаты очень люблю есть. Говорят, что именно морковь лучше усваивается с растительным маслом или вот со сливками и сметаной. Это правда? То есть не просто ее одну есть, а вот именно с этими ингредиентами. Вы знаете, так как ученые говорят, что якобы действительно это все усваивается лучше со сметаной и сливками. Но я на своей практике убедился, что она усваивается прекрасно и без всяких сливок и масла. Поэтому ее можно пить в свежем виде, без всякого яка. А я тем временем свеколку возьму. Так, о, хорошо, ну как на вкус. Так, и у нас еще шпинат. Чуть-чуть больше шпинат и сливок. И у нас шпинат еще. У нас свекла и у нас шпинат. Шпинат особо ценен тем, что в нем есть различные такие вот кислоты естественные, которые вот растворяют все отложения, образующиеся, знаешь, от чего? О, можно сказать. От чего? Оказывается, когда мы едим... Попробуйте на вкус. Похож на шавель. Это с шавель и шпинат одинаковый. Кисленький. Кисленький любит. У меня родилась кроликом, да. Так вот, те вещества, которые здесь содержатся во всем этом супе, способствуют тому, что особенно кальций, который имеется у нас в пище, в том же молоке, в том же твороге, в других продуктах, во время термической обработки он становится не таким доступным биологически. И поэтому он откладывается. Где он откладывается? Он откладывается в сосудах, делая их черствыми. Он откладывается, ну, допустим, если в стенках вен, это варикозное расширение. Если в этой области, значит, проблемы с геморроем. Он откладывается в сердечные мышцы, тоже вызывая там неприятные такие явления. А шпинат помогает? А шпинат особенно хорошо его. То есть шпинат в этом калиевом супе не заменим. Итак, мы с вами берем шпинат первым делом у нас пойдет. Пучок просто мы берем, импровизируем. Прямо пойдет пучок у нас. Не надо срезать вот эту пампушечку. Не-не-не, все будет отлично. Дальше что готовить сразу? Морковь или свеклу? Свеклу. И мы это сначала давим. Да-да, подальше отойти. Есть фартук. Не совсем, наверное, правильно работать без фартуков. Хорошо. В следующий раз учтем. Серьезно едва, что? Учтем, учтем. Опа, что спела? Пошел, пошел. И теперь морковка. Кровяная консистенция получилась. Вот-вот-вот кровяная консистенция. Это то, что надо. А вот это напоминает газонокосилки. Газонокосилка. Действительно может им напоминать. Так, еще раз. Опа. И морковочки еще мы можем добавить. Нет, свеклы не надо. Еще морковку. Последний раз она сошла. То есть, как у нас глазок? Нет, дело в том, что здесь мы поступаем не на глазок. Должна быть определенная пропорция. А пропорция такая. У нас в три раза должно быть больше морковного сока. И по одной части свекольного и шпинатного. Тогда нормально. Если слишком много будет свекольного сока, он сильный по себе. Может быть головокружение. И его неприятно пить. А так как мы сделали... Да, морковь она же сладкая. Поэтому, наверное, она... В качестве основы. В качестве основы. Опа. Ну как? Ну, красиво. Теперь не такой. Очень красиво. Такой. Вот. Какой-то такой цвет испанский такой. Вот что-то в нем, да? Терракотовый. Да, терракотовый. Он не красный, не оранжевый. Вау. Ну, посмотрим. Правильно я соблю пропорцию. Как будто краска разведена. Подавать его можно, конечно, и в пиалочках. Этот наш суп сырый, калевый. Ну, мы сделали в чашечках. Итак, Света, за ваше здоровье. Я пробую и говорю. За здоровье. На здоровье. На здоровье. Ну как? Теперь ваше мнение. Да, очень вкусно, кстати. Спасибо. Продолжение следует...